надеюсь синхронизировалась всем привет я говорил что вместо стримов будут всякие видики но как вы понимаете ты смотрю что тут писала что-то как вы понимаете видеки просто а бы о чем не интересно поэтому мы продолжаем наш марафон под названием как все ж таки изловчиться и придумать флэт панель за вменяемые бюджетные деньги то есть я эти деньги трачу ну собственно это наши совместные с вами деньги чего уж там скрывать и продолжаю поиск на просторах алиэкспресса некой приблуды которая бы просто одевалась на торец телескопа в конце съемки в начале съемки энергонезависимый флэт бокс который не надо лепить из каких-то огромных коробок покупать лет панели ну и так далее напомню тем кто у нас зашел впервые первый вариант у нас ел и панель что такое не произошло это вот есть ролик тут где-то там где мы лепили лепили вылепили в конечном итоге из-за дросселя дросселя тут высоко вольтного появляются полосы ничего хорошего я убью сейчас кого-то вот просто убью я даже знаю кто это звонит сейчас минуточку догадываюсь кто магазин энко и димой кабель ну как вы должны догадываться и димой кабель я уже заказывают 3 это вообще песня легкое лирическое отступление я заказал микро и димой потом я понял что надо мне был менее все штуки я его перезаказала микро выставил на продажу ну короче как чем все закончится я не знаю имею ввиду продажи там не такие уж большие деньги ну просто как бы нафиг оно надо а теперь вот это энко позвонил магазинчик который мне присылает mini hdmi вы наверно догадываетесь для чего потому что уже на почте веб-камера лежит сейчас пришло нечто другое чем я буду говорить где-то недели полторы-две будет у нас еще карта захвата все же таки я хочу sony a99 запустить в качестве веб-камеры и надеюсь очень что она нам поможет на прямых трансляциях прямо с площадки под звездами но это планы далеко идущие а сейчас у нас просто с вами речь о flat панеля и так я прервал ли меня звоночек прервал яда скажу что мы с вами слепили вот такую конструкцию в кино можете посмотреть кому-то надо фирменную но увы это технология самой бумаги светящийся окей однако управление то которое реализовано именно здесь дешевая она страбит полосит и ни на каких увы сейчас я вот заткнул ни на каких режимах выдержках от этих полос избавиться было невозможно поэтому она лежит мертвым грузом как бы напоминание о бестолковости и невезучести но я аж продолжил наш путь и сегодня к нам пришла посылка называется называется это короче какой-то планшет для рисования 17 дюймов я взял достаточно дорогой они есть очень дешевые есть совсем дорогие и средний вот это средний это для детей которые рисуют ну типа период перри как как мы делали чертежи для курсовых работ под кальку друга взял и весь курс перерисовываю через чертеж через светящуюся лампу это что-то типа этого я ее еще не распаковывал хотя пришла она ужасная покоцанная вся со всех сторон пробитая может там дрова лежат часа как раз при вас это сделаю посмотрю вот а брал я ее вот в этом дивном ну в магазине понятно в каком я брал понятно что вот вот она вы ее видите то есть она вот это хуан какой-то там 17 половиной дюймов светодиодный светильник ну и там какое-то зарядное устройство для рисования рисунков в основном это как скажет детский товар так скажем но тут есть нюансы вот его размер не он заключается в том что они есть разных типов есть это по сути акрил по торцам которого должно в идеале располагаться два лет светильник от продолговатых как подсветка мониторов в дешевых они одну лампу стоит я уточнял у продавца писал две лампы он не вроде бы божился что 2 но вы же понимаете прекрасно как китайцы относятся к нам но мы соответственно китайцам поэтому я сейчас распакую и если он действительно светится с двух сторон то нам повезло и я надеюсь что у нас получится с вами компактная с регулируемой яркостью мощностью наше будущее flat панель здесь к сожалению не пишут люди что они использовали в качестве flat панелей для телескопов она вот этой елпи бумаги писали ну значит свистели или мы эти полосы до фени не знаю давайте приступим быстренько сделаем это все вместе я уже собрал цитапчик для того чтобы его протестировать но и случае удачи у нас будет с вами достаточно бюджетная я считаю мобильное устройство переносное для того чтобы на площадке легко и просто независимо ничего в любое в общем-то время при условии не снимаю камеру камеру с телескопа мы смогли с вами делать flat и мне главное проверить целостность ну вот идет кабель это кабель идет с юсби однако там есть и возможность просто подсоединиться ну простым там телефонной зарядкой или еще как то вот наше устройство и тут даже еще что-то лежит сейчас я достану потом разберусь что это такое какая-то клипса короче ладно потом с ней разберемся так сам планшет ну и все главное чтобы сам планшет у нас был с вами не коцнут и вроде бы все нормально сейчас я вам подойду покажу как-то поближе вот собственно весь он слава богу он не коцнут и потому что бывают бывали случаи пишут люди выглядит вот эта вся история вот так очень плоский но надо его включить и проверить на равномерность освещения по логике вещей можно защитить его вот этот глянец чем-то матовым пленкой какой-то у меня там что-то еще валяется с прошлых историй с разобранного когда-то старого монитора samsung а вот и размеры его поля 31 на 21 то есть 17 дюймов как они написали я так подумал что не вашим не нашим 17 дюймов это нормальная история мы достанем крышечку по идее его более чем хватит на 150 миллиметров нашего дорогого телескопа безусловно хватает то есть выглядеть это будет так я его сейчас подключу каким-то образом но у меня просто здесь я не брал зарядку для телефона поэтому через юсб кабеля думаю хватит мощности его завести через юсб трону 30 уж точно и когда он засветится я вам все покажу алика вывели погулять и так я подсоединил его шнурком и шнурок достаточно длинный около двух метров не меньше это хорошо потому что можно использовать юсб кабель включил 30 вот при вас нажимаем кнопочку ёперный театр ребята есть надежда и он с двух сторон ламповый вот одна сторона просвечивается и 2 то есть это двухламповый это очень хорошо это равномерность и он достаточно равномерный он еще и регулируется правда я еще не знаю как то есть он плавно включается а то есть но мне непонятно пока а вот вот я вожу пальцем и вот его можно потихоньку увеличивать и уменьшать с этим надо разобраться я бы сейчас включу на полную мощь ну как у него есть достаточно яркий никаких поцарапин ничего нету единственно что вот этот глянец не знаю насколько это критично но давайте его поставим на наш телоскоп так вот потому что меня ноутбук уже задрал честно говоря и сейчас включим и 5 и посмотрим что какие флеты и он будет выдавать если все окей я тогда буду рекомендирован абсолютно всем это итак мы сейчас сейчас я включу запись включим до включили мы идем с вами выпить и надеюсь включить надо только canon еще бы бы что-то там он включился коннектимся с камерой окей камера нас включена я напомню у нас canon без зеркала поэтому в ручку ручками я подбираю экспозицию флетов и для этого нам надо с вами по сути здесь мы можем особо ничего не делать я могу приблизительно выставлять выдержку которую я знаю что на 800 и со он обычно нормально но я возьму одну 400 потому что она достаточно яркая и понятно что на 800 из со мы сделаем с вами шут затем перейдем в имиджи вот уже появилась вот первый кадр появился и я всегда смотрю по вот этому лайту то есть вы часом находится на самом деле нормально на своих на своем месте то есть вот половина шкалы и чуть-чуть смещенное влево но вот это сейчас как бы идеально система то что он в дисбалансе жутком понятно что камера она выставлялась по темному небу цветовой баланс поэтому для флетов это абсолютно неважно потому что они все равно берутся черно-белые если мы растянем гистограмму то никаких полос и никаких криминалов не вижу однако я вижу пылинки которые есть его родные всегда они на месте они как бы все ок меня то более чем устраивает а вас это же флэт панель за 30 сколько там 4 доллара или около того сейчас я уже сейчас не помню сейчас вспомню вместе с вами и китайцу а ну 3541 хотя я наверное покупал чуть дешевле да там 34 у меня в моих заказах было там какой-то купон был но это не суть неважно на мой взгляд более есть у них и больше большего размера в этом магазине вот эти вот планшеты световые для для рисования и а надо пайпер клипа то дата чтобы зажимать бумагу на уме там ли валясь вот поэтому здесь можно и для двухсотки двухсот пятидесятки найти они безусловно могут быть чуть дороже но порядка 49 долларов это просто другой будет размер и вот этот на а4 17,7 дюйма у меня 17 один там по моему но из-за самая по моему крутая у них штука модели за 77 долларов беспроводной правда беспроводной нам нафиг нужно то есть я там смотрел за 53 доллара есть на просто поискать надо вот этой компании ханон хунон есть для до двухсот пятидесяти миллиметров которые перекрывают поле вот поэтому я не рекламирую как вы понимаете мне за это ничего не припадает но просто делюсь вот и единственно что я бы сейчас сделала может быть еще больше уменьшил выдержку ну к примеру одну пятисотку поставим и посмотрим на гистограмму что она нам запоет потому что на самом деле надо ручками подбирать вот пожалуй вот это мне больше бы понравилось и скорее всего но я всегда работал в 1 3 отрыва от левого края гистограммы и смотрю всегда на вот этот вот пологий опуск чтобы он не заходил за левый край чтобы он заканчивался в поле зрения тогда когда при растягивании такого флета у нас с вами ну все окей происходит во всяком случае у меня все окей вот то есть если сравнивать эти две предыдущие и всего и сейчас полученный снимок то но этот мне более милее так скажем вот 31 числа папка вот эти два снимка и вот соответственно 1 1 4 сотка вот она чуть ярче но это растянутая гистограмма и на мой взгляд более правильный почему более правильный потому что он дает больше лучший тот градиент на растянутой гистограмме которые не так отражен на первом снимке 1 4 сотки а соответственно он и выпрямлять будет несколько по-другому сам снимок поэтому я делаю всегда пару кадров флэтов и смотрю чтобы максимальный был градиент перехода именно но вот винетирование которое безусловно существует у любой камере какой бы в этом не купили крутую но это уже все там размер матрицы фильтров там удаление этих фильтров от самой матрицы ну и так далее но по равномерности освещения этой ночь день и ночь по сравнению с вот этим вот нашим первым красивым конечно не скоро долго выпиливаем и мы поиск происходил как же его все-таки сделать ну как говорится лялечку из него писечку 0 она только и осталась красивая в оформлении история но вы абсолютно не рабочие и к делу непригодны ну разве что просто светильник на площадке возможно хотя свет от него гораздо меньше чем от этого и тот же мне она очень понравился не берите там есть за 8 долларов за 12 вот там одна ламповый то есть там с одной стороны идет подсветка и тут идет большой градиент и он не пойдет не пошел бы я поэтому очень как быть волновался тщательно к этому пытался отнестись вот единство что пока не понял как его регулировать но как-то он регулируется может он просто плавно включается выключается ну типа но мне на это плевать я его включил я его поставил перевернул даже хорошо что не надо лишнее втыкать в розетки какие-то там искать путаться в тот же компьютер этих хватает в этом моноблоке этих блок usb портов более чем и вот пожалуйста готовая flat панель согласитесь она гораздо компактнее меньше самое главное не то не требует никаких там этих разворотов подготовок экранов и ноутбук я вот так не одену потому что он просто грохнется это вечно я беру табуретки выставляя кручу начинаю этот телескоп чтобы попасть от и ну короче это такой гемор гораздо проще отдел и забыл и здесь если 210 миллиметров написано только рабочего поля по сути тут похоже железных 22 с половиной даже да а то и 23 по короткой стороне то это означает что 230 миллиметров спокойно станет на двухсотку то есть притык но до сотку с учетом нашего угла зрения мы выбираем по сути центр поэтому более чем единственно что его не смыкать помнить что здесь практически это не защищено поставила и ничего руками как говорится не трогал придумаю ему какой-то чехол может даже тот же упаковочный он более чем такой как конвертик сделан чтобы переносить носить и не поцарапать там и и так далее ну или можно даже возить в этой упаковочной коробки подмышкой бросил там куда-то если на выезд а ну а так что полу стационаре вынес да и все все господа я все сделал все показал то что хотел я очень доволен этой этим приобретением слава богу она вот не оказалось в музее бесполезных вещей за что нам всем большое спасибо кому надо тут решить для себя приобретать и не приобретать потому что есть в геркулесе такой магазинчик на алиэкспрессе который продает только астров от и всякие прибамбасы и там 130 долларов стоит чистая flat панель на елп технологиях просто с другими драйверами чтобы не было полосатости я посчитал что это гораздо проще гораздо удобней а главное гарантированно отсутствие полос потому что лампы лет это 50 герц в сети ну в смысле как бы обновление частота обновления такая как в сети поэтому никаких полос здесь точно не будут кратности выдержки за глаза хватит не говоря уже о каких-то других моментах ну почему нет можно конечно сесть и порисовать на досуге под звездами хотя это из области ненаучной фантастики удачи пока здравия до новых встреч скоро дали сэбудэ не буду пока распространяться что но дай бог все сложится и я сделаю то что давно хотел до зустричи